Женщина года 2014. В Саратове прошел финал областного конкурса на звание лучшей представительницы прекрасного пола. Проводится он при поддержке правительства Саратовской области и нацелен на выявление талантливых и успешных российских женщин. Главным пресс-спонсором мероприятия стала телекомпания РЕН-ТВ Саратов. Кто из восьми претенденток стал Женщиной года, расскажет наш корреспондент. У меня подружка в детстве как-то спрашивала, Ирина, скажи мне, пожалуйста, от какой батарейки заряжаешься? Вот, я не смогла на него ответить. Наверное, это темперамент. Краткий рассказ о себе – одно из главных условий конкурса. Каждая из восьми участниц состязания за несколько минут поведала членам жюри о своих самых главных достижениях в жизни. Будь то признание на работе или счастливое материнство. Еще одним испытанием для прекрасных дам стали ответы на каверзные вопросы жюри, членами которого были исключительно мужчины. По словам ректора классического университета Алексея Чумаченко, за время работы в большом коллективе он не раз приходил к выводу, что женщины более ответственны и исполнительны, чем мужчины. В ректорате у нас семь проректоров, из них четверо женщины. И вот когда мне нужен какой-то совет, я, разумеется, говорю с мужчинами. Когда мне нужно, чтобы кто-то что-то сделал, я говорю с женщинами. По традиции номинаций в конкурсе четыре. Женщина-мать, женщина-предприниматель, творческое призвание женщины и призвание в профессии. Пробовали по-разному. Это же уже шестой конкурс. Получается, я наоборот пришла к тому, что номинации должны быть простые и понятные. У нас было девять номинаций, сейчас их четыре. То есть, наверное, красота и уровень достижения женщины доказываются тем, как она и что рассказывает о себе, а не количеством номинаций. В этом году женщиной года стала Светлана Шишукова. Она работает ассистентом кафедры физики открытых систем Госуниверситета. По мнению жюри, сегодня женщин-матерей и женщин-предпринимателей много. А вот женщины-физик – большая редкость. О своей победе участница говорит со скромностью. Самым сложным испытанием для нее стали вопросы жюри. Самым сложным было ответы на вопросы жюри, поскольку очень сложно предугадать, о чем они спросят. Будь то какие-то философские вопросы или вопросы, касающиеся какой-то научной части. Вот это было непросто. Женщиной-предпринимателем 2014 года стала Екатерина Думнова. В номинации «Творческое призвание» победа досталась Виктории Самохиной. Лучшей женщиной-матерью признана Людмила Неконорова. А в номинации «Призвание в профессии» победила Елена Барашева. Александр Филин, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.